Встречали гостей зажигательные ритмы в исполнении оркестра Буба Мара Бразбенд. Коллектив исполняет народные балканские песни, авторские композиции лидера группы саксофониста Александра Каштанова, а также мелодии сербского музыканта Горона Бреговича. 1 апреля 2013 года. Дата основания – музея клоунов. И всегда к этому дню организуются праздники клоунского искусства. Приезжают артисты из разных уголков страны. Как объяснил нам директор музея клоунов, название фестиваля «Клоунская грядка» выбрано не случайно. Ведь праздник проходит в совхозе имени Ленина. И даже клоун, который изображен на афише, состоит из овощей, которые выращивают именно здесь. Мы решили, что клоуны должны здесь расти, произрастать. И вот клоуновская грядка так получилась. Мне кажется, это здорово такое название. И оно было всеми одобрено и принято. Представляете, совхоз Ленина. Приезжают клоуны с мировым, которые объездили. Ездит Паша Иванов, он недавно был в Англии на гастролях. То есть люди с мировыми именами приезжают к нам. Я думаю, что это прекрасно. На момент открытия музея коллекция насчитывала более 2000 экземпляров различных фигур и клоунов. Почти каждый день она увеличивается. Все друзья и знакомые основателя музея не по одному разу внесли свою лепту в его расширение, зная, что такой подарок для Василия всегда будет лучшим. Мы все с вами дружно любим наш музей. И все очень радуемся тому, что он у нас есть. И с удовольствием посещаем этот музей. Поэтому мне хочется от имени всех жителей нашего поселения пожелать музею процветания, новых друзей. И еще не один год радовать нас тем, что у нас проходит такой замечательный фестиваль клоунов. Клоун – это один из самых любимых персонажей всех малышей. Смешной, потешный, очень добрый. С ним сразу хочется подружиться. Какая бы на улице ни была погода, время года, день недели и настроению окружающих, он способен радоваться жизни и радовать всех присутствующих. Вообще представление мне очень понравилось, потому что, когда я зашла сюда, мне при входе сразу дали нос розовый, который можно одеть. Потом, когда я садилась, мне сделали брови с помощью тени носа красный. Представление тоже очень понравилось. Особенно черный клоу. Праздник прошел в теплой дружеской обстановке. И главное было интересно зрителям любого возраста. На мероприятие многие пришли всей семьей. Веселое мероприятие, которое сочеталось не только элементами юмора, но и акробатически различные элементы. Безал был задействован. Все в восторге, мне кажется. И очень удачно выбрано время, когда сочетается весеннее настроение, появляющееся, зарождающееся. И, соответственно, вот это настроение, которое дарит этот праздник. Клоунскую грядку полюбили, этого фестиваля ждут и отказываться от доброй традиции его проведения не будут. Безусловно, в приоритете останется и расширение экспозиции. Добавится цирковой реквизит, который позволит заглянуть в не менее интересный и таинственный закулисный мир клоунов.